Еще немного попрактикуемся в задачах на условия. Давайте рассмотрим следующую задачу. Пускай нам вводят два числа, и мы должны вывести результат деления первого числа на второе. Либо вывести сообщение о том, что деление невозможно. Давайте создадим новый ноутбук. Назовем его как-нибудь conditions. Укажем, что окружение третье. Итак, значит, как будет выглядеть решение. Мы читаем два числа. Дальше проверяем. Если второе число не ноль, то в таком случае можно разделить и вывести результат. Иначе надо вывести сообщение о том, что деление невозможно. Таким образом, мы читаем первое число. Читаем второе число. Дальше мы могли бы вывести сразу... Можно попробовать вывести сразу результат. А делить на Б. Это будет работать почти во всех случаях. В случае, когда Б равно 0. Например, мы вводим 5, 10. 5, 10. Получаем результат 0,5. Если мы введем число 5 и 0, то возникнет ошибка. Вот мы видим в этой строчке, в третьей возникла ошибка. Division 0, division 0. Division by 0. Исправим ошибку. Давайте сначала, перед тем, как делить, будем проверять. То, что делить возможно. То есть, действие принято А делить на Б будем выполнять только в том случае, если Б не равно 0. Соответственно, условие выглядит следующим образом. И в Б не равно 0. Ставим отступ. И делаем это действие. Теперь в случае, если у нас второе число равно 0, у нас просто ничего не выводится. Давайте исправим это. Давайте теперь, в случае, если у нас первое условие оказалось неверным, то есть, неверно, что Б не равно 0, значит, Б равно 0, мы просто напишем сообщение о том, что деление невозможно. Теперь, если мы запустим эту программу, введем все те же самые 5 и 0, мы увидим сообщение о том, что деление невозможно. Давайте немножко модифицируем программу. Давайте в случае, если деление невозможно, попросим пользователя еще раз ввести то, на что мы будем делить. Хорошо. То есть, вот в случае, если случилось событие else, мы просим пользователя ввести еще раз число B. Как это мы делаем? Мы говорим, что B равно input. Ну, давайте прямо, когда, перед тем, как пользователь вводит, мы напишем ему сообщение. Введите ненулевое значение. И после того, как нам пользователь ввел ненулевое значение, мы вычислим A делить на B и выведем результат. Давайте запустим. Посмотрим, что у нас получается. Давайте введем 4, 0. Так, вот нам пишут деление невозможно. Просит нас ввести ненулевое значение. Давайте введем, скажем, двойку. Да. В данном случае мы получили ошибку, потому что мы используем в качестве B строку, а не число. Давайте исправим эту ошибку. Вместо input мы напишем int от input. И запустим по новой наш фрагмент программы. Итак, мы вводим два числа. 4, 0. Видим сообщение о том, что деление невозможно. Вводим ненулевое значение. Получаем результат 2. Давайте попробуем обмануть программу. Давайте введем два раза число 0. Нас просят ввести ненулевое значение, а мы введем все-таки 0. Что произойдет? Логично, что произойдет ошибка. Вот нам пишут, опять же, что в восьмой строчке, то есть вот здесь вот произошла ошибка деления на 0. Давайте сделаем так, чтобы ошибок не было. То есть если второй раз пользователь не смог нам ввести ненулевое число, мы напишем, что пользователь не справился. Как это сделать? Давайте добавим внутри блока else еще одно условие. Еще раз проверим то, что число не равно нулю. Это нужно делать перед тем, как делать деление. То есть if b равно нулю. В таком случае давайте выведем сообщение о том, что вы не справились. У вас не получилось свести ненулевое значение. Ну а иначе мы выводим значение деления. А на b. Запускаем все это. Вводим 5, 0. Давайте введем ненулевое значение, скажем, 4. Вот получаем правильный результат. Запустим еще раз. Вводим 0. И видим сообщение о том, что мы не справились. Ну да, действительно, оба раза ввели 0. Продолжение следует...